Друзья, медицинские работники снова бьют тревогу. В Подмосковье стартовал очередной этап оптимизации системы здравоохранения. Власти Московской области собираются закрыть лабораторные отделения в 12 государственных медучреждениях и передать их в руки частникам. 10 марта Минздрав Подмосковья провел совещание на эту тему. Чиновники определились, что передача лабораторий частным организациям будет выгодна для больниц. Но мы-то знаем, к чему приводят их решения и реформы. Все сталкивались с обновленной службой скорой помощи, квотами, бесплатными лекарствами, медпрепаратами. Теперь наступает очередь лабораторий. Конечно, эта операция задумывалась не сегодня. Еще пять лет назад власти Московской области взяли под крышу Минздрава Подмосковья все государственные медучреждения. В 2018-2019 годах все лаборатории были реформированы и оборудованы новой аппаратурой. В прошлом году во время эпидемии вновь были выделены дополнительные средства на замену оборудования, обновление аппаратуры. Интересно, что именно после такого вливания решили передать лаборатории в частные руки. Сотрудники медучреждений уже называют эту операцию рейдерским захватом. Чиновники из Минздрава Подмосковья уже подтвердили начало запуска этого процесса по централизации лабораторной службы. И называют его пилотным. Что означает его дальнейшее распространение на другие районы и другие регионы. Послушайте, каким золотым они видят наше будущее. В настоящий момент в Московской области планируется запуск пилотного проекта по централизации лабораторной службы. В проект войдут 12 медицинских организаций, подведомственных Минздраву Московской области. Данный проект предназначен для повышения качества и доступности лабораторных исследований жителям Подмосковья. Экспресс-лаборатории в круглосуточных стационарах, где оказывается экстренная медицинская помощь, продолжат работать в полном объеме. Медицинские сотрудники продолжат работать в экспресс-лабораториях. Кроме того, им будет предложена бесплатная переподготовка для работы по смежным специальностям. Для выполнения лабораторных исследований частным медицинским организациям применяются те же требования, что и к государственным. Организация обязательно должна иметь медицинскую лицензию на оказываемый вид медицинской помощи. Ну а как же без лицензии? Это вообще смешно. Пресс-службе заявили, что запуск проекта позволит расширить перечень бесплатно проводимых исследований и начать проводить по полису ОМС те анализы, которые ранее были недоступны в данных лабораториях. Но это вообще интересно, как коммерческая организация нам еще и добавит какие-то исследования за счет полиса ОМС. В Минздраве добавили, что сроки проведения исследования сократятся до одних суток, а забор биоматериалов будут делать там же, где и ранее. При этом в пресс-службе не назвали ни попавшие в пилотный проект медорганизации, ни частную компанию, которой хотят передать их функции. Но мы нашли эти медучреждения, которые попадут в эту программу. Вот их 12 штук. Волоколамск, Истрадедовск, Одинцово, Власихо и так далее. Кого же выбрали подмосковные власти на роль лабораторного короля, которого они постеснялись назвать? И правильно постеснялись. Это тоже очень интересно. Вот выписка из ЕГРЮ по этой организации. Общество с ограниченной ответственностью онкодиагностика. Зарегистрировано в 19-м году, совсем недавно. Обратите внимание, уставный капитал 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Руководитель, генеральный директор Ерешкин Ростислав Олегович. Среднесписочная численность этой организации один человек. Один человек. И тот, наверное, директор. По данным налоговой инспекции, в 19-м году убыток этого ООО составил почти миллион рублей. Вот такая скромная контора будет крутить миллионы бюджетных рублей. Но если копнуть глубже, мы, как всегда, за этой организацией увидим олигарха. И в данном случае этот олигарх из первой сотни богатейших людей России. Зовут его Виктор Харитонин. Владелец компании Мединвестгрупп, Фармстандарт и множество других компаний. Это крупнейший поставщик лекарств в Россию по госконтрактам. Известен он также по скандалу с московской больницей номер 63, которую по программе оптимизации просто ликвидировали и передали Харитонину. Но оказывается, в Подмосковье для инвестгрупп не в числе первых. Компания уже занимается реформой лабораторий в Перми, Омске, Челябинске, в Дагестане. Централизацией лабораторий занимается также госкорпорация Ростев Чемизов. Два года назад она начала такую же реформу в Ярославской области. Судя по этой информации, реформа может принести победителям немалые дивиденды. Ведь бизнес там, где можно получить доход. И никак иначе. Это был бы уже не бизнес. Медики Подмосковья уже направили обращение президенту с просьбой остановить реформу службы лабораторных исследований в государственных медучреждениях. Авторы обращения указали, что лаборатории этих медучреждений сегодня обслуживают 2 миллиона человек. А в 2020 году, в период эпидемии, были выделены дополнительные бюджетные средства и обновлено оборудование. Лабораторные службы вышеперечисленных организаций полностью справляются с нагрузкой исследований. Практика показала, что дешевле проводить лабораторные исследования в своей лаборатории, чем в частной. Кроме того, в итоге изменений без работы могут остаться более 360 человек. Им предлагают три варианта. Сокращение либо увольнения, переход в частные организации или переобучение на другую специальность. Но мы-то уже знаем, что такие обращения чаще всего остаются без ответа. Россией правит не Путин. Россией правит коррупция. Россией правит не Путин.